Алла Прошу всех сесть. Откуда этот прелестный голос? Это я здесь. Ты, кстати, это... Где ты? Я тут. Ты плиту выключила, когда уходила? Ну да. А, ну тогда нормально все. Тогда я могу спокойно садиться. Как я устроился тут, посмотри, хорошо? Ты устроился вообще хорошо. А посуду мог бы и помыть. Слушай, я и так всегда мою, а? Да. Кто ее моет-то? Ну ты моешь. Ну вот сейчас вот так спешил, я смотрю, не помыто. Я не буду, потому что я берегу ногти. Ой, это очень интересно. Дело в том, что Алла Борисовна не любит посудомоечные машины. Ладно тебе, у нас двое. Что, две тарелки нельзя помыть с собой? Да. Чтобы не накапливалось. Чтобы не накапливалось. Ну сама Алла посуду не моет, ну исключительно из-за ногтей, понятное дело. Так бы, конечно, стояла и мыла. Я их уже лишилась. Да. Поэтому посуду мою все время я. Но я делаю это с удовольствием. В интонации не было этого. Посуду все время мою. И я. Ничего тебе на этом диване нормально? Я как-то вот не знаю. С тобой вдвоем? Да. На любом диване. Слушай, а скажи, пожалуйста... Хоть на полу. Да. Ничего мы так из... Скажи, пожалуйста. Очень странно, что мы на диване, а нет телевизора. То есть я так привык, что если Алла Борисовна на диване, то напротив телевизор. Сидим вот так, смотрим телевизор. Я как-то Алле рассказал, что над нами поселилась Ксения Собчак. Ну, не, серьезно. У нас вообще дом такой хороший. У нас Дебров одно время жил. Ну, на четыре этажа ниже. Но потом он сменил жену. Вот. Не отвлекайся. Да. Не, ну просто я хочу показать тебе, что вот бывают люди, знаешь, вот так каждый год новые. Короче, поселилась Собчак наверху. Да. А я все с одной все-таки, знаешь, вот внуки уже... Ну, постоянство есть какое-то, понимаешь? Все-таки я вообще, знаешь, подумал, вот ты говорила, а я действительно самый молодой могу стать прадедом, самым молодым на земле, если Никита сейчас женится и жена родит. Представляешь, самый молодой прадед на земле. Во-первых, он еще не женился. Ну, если женится. Не будем это, не каркаю уже. Да? Что такое? Ну, ладно, пускай погуляет парень. Ну, да, что-таки. Ладно, я прадедом стану, но тебе это зачем, прабабушка? Ну, вот, и я... Ну, так я вообще, в принципе. Ты же хотела, как на диване. Вот. И я что хотел сказать? Ну, Дебров поселился, но потом он продал квартиру, отселился. А одно время, значит, Собчак встречался с... Неважно, неважно с кем. Неважно с кем, да. С тем, кто жил над нами. Над нами, да. Ну, он тоже снимал, потом тоже... Вот. Я говорю, представляешь, Алла, над нами Ксения Собчак живет. Ну, я думал, она забыла. Сидим через три дня, вот так телевизор смотрим. Вдруг в потолок такой стук. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. У Собчак кольцо упало. Я говорю, за ней записывать надо. Не, я-то думала, что меня сюда вызывает поговорить о том, что так вот животрепещущая тема на телевидении. Максим Галкин, Алла Бугачева. Неравный брак. Серьезно? Я не готовился к такой теме. Неожиданно, давай, рассказывай. Что там с неравными браками? Как вообще это происходит? Я считаю, что жена должна быть намного, намного старше мужа. Ну, это в принципе... Было бы странно, если бы ты считала по-другому. Слушай. Слушай, была бы я моложе, но тебя даже глядеть бы не стало. Тоже приятно. Тоже так. И... Вот. Тем самым, тем самым, мы как бы урегулируем вопрос. То есть, моя мудрость, твоя экспансивность. И в этом заключается, ну, я считаю, вот, как сказать, ну, цементирование семьи. Странно. Строю замок я, а строительный жаргон у тебя. Это ужас. Да. Не, ну, не отвлекайся, это потом. Ты наступил на больную мозоль. Нет, подожди, про эту мозоль попозже. Потому что я боюсь, я не доживу, пока ты не построишь этот замок. Почему? Ну, хорошо, семья-то серьезно зацементирована. Доживешь, все будет хорошо. Да. Ну, так, и ты говоришь, чтобы это цементировало. Да, вот. Но если со мной что случится, проверьте, чтобы там была мемориальная доска. Здесь хотела жить со мной Алла Пугачева. Хороший, хороший такой юмор у тебя, новогодний такой. А чего нет? Я как раз очень даже... Я считаю, что на все эти вопросы надо смотреть весело, особенно под Новый год. Конечно. С улыбкой на все. Я оптимист. Скажи, пожалуйста, чем тебе запомнился 2010 год? Ну, то есть я-то знаю ответы, но так, для зрителей. Может, ты что-нибудь оригинальное скажешь? Я вообще не живу вчерашним днем, я не помню, что было позавчера. А что тебе запомнилось в моем году? Ну, все было замечательно. А почему твой? Ну, ты же про меня сейчас говоришь. А, про тебя, действительно, я же про тебя говорю. Что такого запоминающегося? Я такое сделал, что ты запомнил. Как? Со сцены ушла, в конце концов. Разъясни, потому что не все, не все, знаешь, не все понимают. Все хотят все равно, чтобы пела, понимаешь? Вот уже пела и пела. А ты не хочешь уже петь. Я не пою. Была женщина, которая поет, а сейчас женщина, которая, может быть, когда-нибудь еще споет. Я вольная птица. Хочу я летать. Хочу я дышать. Что ты смеешься? Ты забыл, что я вольная птица? Нет, ты только пошел драматический монолог. Нет, продолжай. Ну, собственно, и все. Теперь я сижу на телевидении с тобой рядом. Ну, да, собственно. Но вообще, надо сказать, что Алла, при том, что она звезда и всенародная любимица, она вот абсолютный такой вот телезритель, телезритель, среднестатистический телезритель. Ну и самое интересное, что так же, как и миллионы ее коллег-женщин по всей стране, она верит советам. Я смотрю с утра. У меня уже такой возраст, что это надо смотреть. Я смотрю. Выбегает Мак. Кофе будешь? Не мешай. Про диабет. Вот там идет, допустим, Миша Полицеймака с доктором Агапкиным в программе о самом главном рассказывает про диабет. Сейчас очень важные советы. Сейчас подожди. Я яичницу сделал. Будешь? Подожди тут что-то про колено. У меня как раз что-то заболело колено. Подожди. Ну, ты уж так уж прямо из себя сделала-то. Что? Ну, в принципе, советы, да. А у кого не болит колено? Слушай, кто столько лет на сцене вообще. Я и преподала на это колено. И падала. Боже, сколько раз я этим... А сколько ты под зад коленкой дала? Тоже же... Сколько раз? А ты говоришь, чего это? Вы подожди, про колено тут говорят. Да, да, да. Потом очень смешная была история. Ну, я изображал, изображал Зайцева. Ну, вот это все... Почему, собственно, я стал изображать Зайцева? Потому что каждое утро я встаю, я слышал этот голос. Каждое утро, потому что Алла с утра садилась и смотрела модный приговор. Это мой... Вы не понимаете, это мой первый кутюрье. Это тот человек, которому обязаны своим образом. Это он придумал балахон Пугачевский. Да. Это он придумал копну волос. Это все сделал Слава Зайцев. Я думаю, что копна... Я сейчас хочу передать привет. И только передать привет мне хочется. Я хочу передать привет Вячеславу Зайцеву. Дорогой Слава, будь ты здоров, мой дорогой. Я знаю, что у тебя тоже болит колено. Потому что наверняка ты смотришь программы там врачей. Я так тебя люблю. Я тебе многим-многим обязана. Все аплодисменты эти тебе. Спасибо, Слава. Надо отдать должное, что Алла замечательная хозяйка. И когда вот заканчиваются вот эти утренние программы, может что-то и приготовить. То есть посуду помыть-то нет. А вот вкусно готовишь. Ничего не могу сказать. Но нахал. Да. Что? Что-то, чего-то приготовить. Хорошо, не что-то изынки. Да, я расскажу-то, чтобы не подумали, что ты придумала. Господи, боже мой. Вот твой брат приходил тут недавно. Да? Да, в гости. Ел, похваливал. Нет, действительно, вкусно готовит. И в чем прелесть? Не просто там приготовят утку с яблоками. В каком-нибудь особом там соусе. А в яблоке иголка, а в иголке жизнь, да? Ну, не так все страшно. Не просто там утку. Не просто свинину там. В чем? В апельсиновом соусе, да? С брусничным каким-то. Не просто там индейку под какой-нибудь сметаной с луком. Молчи, я сейчас на диете. Да. Но самое интересное, что все это она готовит, Алла Борисовна, сразу. Ну, то есть мало, значит, утки, мало того. А все это сразу. А надо же все попробовать. Ну, что, тебе не нравится, что ли? Ну, попробуй. И все вкусно. Вот. Не, ну, правда. Ну, что, как есть, сказал. Что мы еще о себе хорошего не рассказали еще? Ну, вообще ничего не рассказали. Мы, собственно, не за этим пришли. Это так получилось. Да, случайно. Мне кажется, что мы могли бы с тобой просто не разговаривать, а посидеть рядышком на диване. И людям было приятно видеть счастливые наши лица. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алла, дорогая, посчастливилось мне тебя встретить в жизни. И хочу тебе сказать, что ведь 2011 год можно назвать юбилейным. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы 10 лет вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, ну это прилично. Это прилично, да. Ну, он боялся, так сказать, сказать, что еще я была в браке с Киркоровым. Считаешь, что когда я тебя встретил, тогда я развелась. Все. А, ну и хорошо, ладно. И сейчас должна такая музыка заиграть. По идее, да. А у нас есть оркестр. Вы представляете, представляете, вот если бы я пела, это сейчас обязательно нас сказали Балла Борисовна. И тогда звучала музыка там, любовь похожая на солнце. А так я могу спокойно сказать, мой дорогой, я тебя обожаю, обожаю зрителей, всех вас с Новым годом, чтобы кусочек хотя бы нашего счастья, нам же не жалко кусочек. Нет, ну такой, да и даже у нас его столько, господи. Этот кусочек нашего счастья мы дарим всем вам. Он большой кусочек. А, у меня для тебя есть сюрприз в сегодняшней программе. Я хочу представить тебе коллектив, который ты тоже уже знаешь и видела. Они споют твою песню. О! Да. Есть кому петь мои песни. Итак, дорогие друзья, встречайте на нашей новогодней программе «Бурановские бабушки». О! О! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 С Новым Годом!